ну что же всем привет рад вас видеть снова на канале я продолжаю цикл роликов вот в таком вот формате запросы есть есть что рассказать я делюсь информацией вот опять же скажу что это все произошло потому что вышло постановление в конце двадцать третьего года о том что продукты черной львинки получили коды tnvet в россии значит ну вид деятельности стал уже легализованным и наша команда после окончания проекта нейтан ушла инжиниринг консалтинг то есть мы консультируем людей которые хотят данный вид деятельности себе и построить производство и помогаем с постройкой производством от начала идеи до запуска готовой продукции сертификации продукции для использования в рынке вот первых наши несколько частей были первая часть была вводная мы поговорили про личинку и жир вторая часть была у нас про зоогумус использование в как удобрение третья часть у нас была про лепит черной львинки про жир черной львинки как его использовать четвертая часть была у нас про пищевую индустрию использование в пищевой индустрии львинки очень уж болезненная на сегодняшний день тема для общественности вот рассказал сегодня бы я хотел зацепить такую тему которая ну уже наверное более теоретическая для меня на сегодняшний день но есть какое-то понимание есть обратная связь от тельхоз сообщества и ну я вынужден ее объявить потому что возможно для кого-то из вас это будет то самое направление которое вы выберете для себя так но смотрите как вы поняли из названия использование зоогумуса в кормах для сельскохозяйственных животных здесь история какая зоогумус черной львинки является так сказать органическим удобрением конечно но там содержатся гуминовые фульвовые кислоты последнее время в рынке кормов появилось достаточное количество продукции которая скажем так будучи жидким гуминовым удобрением калийной вытяжкой стало активно использоваться в пропойке и в добавлении в корма сельскохозяйственным животным как гуминого комплекса да то есть еще гуминовые кислоты на сегодняшний день и пищевую индустрию пытаются засовывать еще куда-то вот есть такое решение такая же история происходит с фульвовыми кислотами а так как фульвовых кислот в зоогумусе очень много особенно в вытяжках то использование в кормах для пропойки крс допустим или других животных ну наверное имеет место быть я не буду здесь рассказывать про то на что это влияет как влиять есть достаточно большое количество работы уже даже на киберленинге и в открытых источниках и сайты есть где прям продаются сознательно эти вытяжки из леонардита из биогумуса червей и так далее из углей еще с каких-то вещей из сопропелля делаются водные вытяжки с последующим четким прямым руководством для использования в кормах для сельскохозяйственных животных там говорится о том что увеличиваются надои у крс там какие-то еще вещи я это не проверял я это не знаю я вообще не выступаю с экспертом я просто озвучиваю тему что это возможное направление вот поэтому можете обратить на это внимание на сегодняшний день мы когда работали с институтом как называется сельхозакадемии да то есть и обсуждали там со специалистами крупнорогатому скоту и так далее мне сказали что вполне вероятно что эта история работает потому что они уже наслышаны о том что это происходит в индустрии но почему бы это направление тогда не расширить да то есть и так далее что еще но вот эти вытяжки можно использовать и как сейчас используют те же гуминовые жидкие удобрения да то есть их просто переназывают из потом в англики косметических процедур еще для чего-то наверняка это тоже направление вы можете рассмотреть раз мы об этом говорим я думаю что я про это смогу сейчас сказать в плане сертификации ну не знаю надо наверное это сертифицировать также как по сертифицируется я честно скажу не вникал особо вот что еще можно сказать на эту тему в принципе я думаю что я вам закинул просто эту информацию потому что не хочу ее сдерживать в себе возможно где будет повторить для кого-то это будет такая прям ниша образующая история бизнес-модели захотите туда пойти окей вот что еще скажу у меня в описании и ссылочка на мой новый youtube-канальчик там где я выступаю именно в роли бизнес-трекера то есть я сейчас ну во первых у меня есть огромный опыт в создании да стартапов получения там инвестиций создания компаний и так далее опять же ошибки огромное количество ошибок которые ну не стоит повторять и там я сделал такой youtube канал где я просто разбираю все от создания команды создания стартапа там получения инвестиций поиска инвесторов финн модели бизнес-модели то есть все что касается стартап движения вот и я это отделил в отдельный youtube канал поэтому если вам будет интересно подписывайтесь там смотрите ролики задавайте вопросы буду рад вас там видите помочь вот вам не только как специалист по промышленному разведению там черной львинки и всей этой индустрии но и как уже специалист условно даже там не супер-пупер крутой но человек имеющий опыт и образование и возможно объяснять и рассказывать про создание стартапов создания компании в целом все вы здесь так или иначе заниматься бизнесом и возможно не у всех есть опыт создания бизнеса вот там как бы это наверное будет тоже полезно окей следующие серии пока не знаю на какие темы будут я думаю что мы идем поближе посмотрим что-то вы накидаете какие-то темы и там будем делать новые ролики опять же есть такой формат вам нравится и он вам заходит то ставьте лайки пишите в комментариях и будем продолжать обсуждать какие-то наиболее острые и актуальные темы вот в таком формате пока у меня нет возможности делать ролики на производстве